И всем армянских усов, любители мегабола, сегодня у нас очередной матч лиги чемпионов. Вот мы сейчас просматриваем усы Эль Манджукича, это опорника Арсенала. Ну, далеко сегодня дело будет на поле связано не с Эль Манджи, но... Однако, смотрите, какие красивые усы. Ну, одобряю я. Но, сегодня у нас далеко, я как и повторюсь, дело не с Эль Манджи будет обстать. Сегодня у нас борьба за плей-офф, чего мы ждали очень, очень давно, потому что, ну, наверное, последний раз такая борьба была в прошлом сезоне. Это было месяца так 3-4, а если, а то и 5 назад. Так вот, сегодня у нас Антибас против Империал Драгонс. Шестая и седьмая позиция, если я не ошибаюсь, на данный момент у этих команд Антибас чуть-чуть повыше находится. И что я хочу сказать? Хочу сказать, что Империал Драгонс, откровенно говоря, слил прошлую игру свою Юмару, который находился на последней строчке. 15-0. Это кошмарный результат для Империал Драгонс. Но там больше было уже в конце, конечно, Империал Драгонс уже сливали, забивали сами себе, и у них не всё в порядке с общей атмосферой, скорее всего, в клубе. И вообще не всё в порядке в плане не игровом, а как раз-таки в плане, как сказать, даже, не знаю, Сова, наверное, не справляется с обязанностями капитана. Именно не игровом капитана, а именно как в беседе, что они там пишут, и не очень разумно себя ведут эти игроки на поле и за пределами поля. Ну, посмотрим, как они себя покажут, может, они вышли, чтобы исправиться, и как мы видим, сегодня в опоре Сова, и Нагибашка тут может делать повершёт, и всё же, я перейду к составу команды, а то уже прошла почти минута. У Империал Драгонс сегодня вернулся Сова, наконец-то, все его ждали, и в нападении будет ему помогать два тяжёлых Нагибашка и Нига ТВ. Хорошая, наверное, основная тройка, ой-ёй, какой момент у Вальдеса, основная тройка Империал Драгонс на этот сезон, и, наверное, они всё же попадут. Но посмотрим, сегодня Антибас будет делать всё, чтобы Империал Драгонс не попал в плей-офф. Ведь у нас уже предпоследний тур, борьба накаляется-то. А у Антибаса, ну, такой привычный состав уже, наигранный даже, можно сказать, немножко за этот сезон. Роликс в опоре на Ибрагимовича и два тяжёлых галкипера, ну, карточка галкипера Лопата и Вальдеса в нападении. Первый фронт атаки у Антибаса. И ролик хорошо поднимает, отдаёт, но немножко не туда, но неплохое действие от Роликса. Так, Антибас прижал, стоит отметить, что Антибас прижал к воротам Империал Драгонс, и, в принципе, по первым минутам матча не сказать, что Империал Драгонс фаворит. Ну, в смысле, по именам-то, по никам, скорее всего, Империал Драгонс должен вывозить, но, как смотрим на практике, роликс, всё зависит от какой формы сейчас находится роликс. Потому что, как мы все помним, ролик сейчас не в самой хорошей форме, которой он был до этого, в начале игры Футбольные войны, которого мы помним, когда он даже, по-моему, голосовалку выиграл за MVP года, и лопата забивает, ну, такой немножко, не то, что рандомный гол, но Империал Драгонс не смогли удержать лопату, не закрыли его, и вот такой вот получился не совсем разумный мяч, и 1-0, и уже повёл Антибас. Посмотрим, что будет предпринимать Империал Драгонс. Просто Вальдес хорошо пас на А, ой-ёй, как тут вообще напад не держат игроков, нападающих Антибаса. И тут лопата, пытались двоиться с Вальдесом. Лопата неплохо так поднимает, вот по этому сезону, я уже подмечал, я комментировал матч Антибаса, лопата очень хорошо умеет чувствовать мяч, и когда нужно убежать даже на пустые ворота. И, в принципе, с техникой у него не так уж всё и плохо, и не так уж дурно даже. Повершот, давай Вальдес, ой, хороший повершот, но немножко, немножко не долетел до ворот. Вальдес, лопата, хорошо играет Антибаса сегодня, как будто на легке вообще они не чувствуют нападающих, не чувствуют сопротивления нападающих своих оппонентов, сегодняшних Империал Драгонс, и Сова ничего не может с этим поделать, он пытается поднимать, и, в принципе, у него иногда это получается, но роли сразу же тут подстраховывают, и вот такой, я вам скажу, Антибас, ой-ёй-ёй-ёй, не готовы чуть-чуть, чуть-чуть роли не привёз, и вот такой вот Антибас, в принципе, с такой игрой, если они будут показывать, ну, полуфинал это минимум, Вальдес по вершотам, хорошо, красивый мяч Вальдес на лопату, и лопата, я говорил, на пустые ворота любит играть и чувствует этот момент, и вот так, 3-0, 3-0, это немножко неожиданно даже, как перепасовывается, что не готовы, не гибашка, да, скорее всего они лагают, и даже не скорее всего, а перед матчем мне подметил, или нагибашка или сова, он мне сказал, что они лагают вообще все, но это не оправдание, у нас сейчас половина мегабола лагает, лагающие все, я, в частности, сам, ну, проблемы с интернетом, но это сейчас неважно, не столь важно, не готовы, вот посмотрите, где сейчас стоит не готовы, что он делает, это опять же, опять же говорит о том, как сейчас империал драгон, в каком они духе, в каком они настроении играют, и вообще, такое впечатление, как будто им всё равно, они готовы сейчас слить всё, и просто хотят, либо они выйти вообще в плей-офф, либо выйти на тузов, может, у них план такой, выйти на тузов, чтобы там, ну, с тузами понятно, что легче играть, не с арсеналом же играть, это-то понятно, но всё же, как они могут и в плей-офф не попасть, просто Вальдес будет, может, повершать, делать, но что-то вроде этого получается, и получается у просто Вальдеса, и может пас даже сделать сейчас, Вальдес, нет, не прошёл, Сова, и Ниги ТВ убежит на пустые ворота, ну, вот можно было тут убегать, но, видно, скорее всего, это лаги, лаги у Ниги ТВ, ну, зачем, хорошо, лаги, но почему тогда он выходит на поле, неужели нет другого запасного, какого-нибудь Крэйзи Дэвила, например, или что-то в этом роде, не знаю, почему Сова поступает так, вот сейчас мы смотрим турнирную таблицу, как раз-таки, и Imperial Dragons, если эту игру сольёт, то 2, ну, я не буду вам спойлерить, но, по-моему, Imperial Dragons должен выходить в плей-офф, всё же, но, скорее всего, это будет As of the Nights в соперниках у Imperial Dragons, так, скорее всего, будет As of the Nights, и вот тут вот, конечно же, много вопросов, как вообще такой, вот, почему не вышел сразу же Аршавин, вот и вопрос первый, почему Нига, если он так сильно лагает, не может забить по пустым воротам, что сейчас творится у игроков Imperial Dragons в полный развал, это даже не связано, неужели эти ребята не умеют играть, да, ну, не надо мне тут загонять, на первом месте они шли после нескольких туров, очередной мяч забивает антибас, и тут уже проблема с дисциплиной, в первую очередь дисциплина страдает у Imperial Dragons, лаги, дисциплина, и вообще непонятно что, и, честно говоря, я бы не хотел, чтобы Imperial Dragons вообще выходили в плей-офф с такой игрой, был бы я капитаном Imperial Dragons, я подказался бы, ну, на месте совы, ну, это уже дело совы, просто вот так вот лагать, смысл, посмотрите, что сейчас между трейми мяч пролетает, это полный бардак в обороне Imperial Dragons, и как не только в обороне, а как и в нападении, смотрите, Вальдес сегодня, кстати, я хочу подметить, Вальдес, это такой вот, если была бы, награда за сезон, лучшему игроку, которого не видно на поле, но вот он есть, что-то в этом роде, вот он такой вклад вносит, но вот его не видно, знаете, есть такие вот, в прошлом сезоне, вот и в первом сезоне был такой игрок, просто Вальдес, немножко, не опять же, повершот, сколько сегодня делать повершотов, Вальдесу, ни хинара ли фейчить за Вальдесу сегодня, и еще один давай повершотов, и еще все равно пытается делать эти повершоты, это так забавная такая вещь, Вальдеса повершоты, это даже мемасики можно делать уже экстры, уже готовить, материал лишний дал Вальдесу, так вот, Вальдес, это игрок, ну, наверное, который заслуживает даже матча звезд в этом сезоне, если антибас, я честно скажу и признаюсь, что не так много смотрел Икор антибаса в этом сезоне, но, если уж Вальдес так играет, то почему бы он не должен играть в матча звезд, если антибас идет на шестом месте, почему не должно быть ни одного игрока антибаса, вот, хорошо, как раскатывают антибас, при всей этой сущности в роли, роли пытался между двоих ничего, тут Окси, в принципе, помогает ролик, мы с вами видим, Окси любит подстраховывать, сейчас роли, вот смотрите, как далеко стоит, тоже тактика, игроков антибаса, и в принципе ролик туда закидывает, и они в принципе все справляются, потому что, ну, не стоит сейчас, и есть вперед ролик, и вот эти вот, на опыте можно сказать, играет ролик, у него свой стиль опоры, и в принципе мне нравится, как играет антибас, вот у них своя тактика, свой мегабол, можно даже сказать, в какой-то степени, построенный на, где-то действиях роликса, и таких вот, маленьких-маленьких, но все это маленькие мелочи, переходят в большие голы, и приходит это все в результат, и смотрите, Окси об очередной с простраховывать, и не дает убежать на пустые ворота Аршавина, вот еще раз я это подмечу, Вальдес это такой тип нападающего, таранного тип нападающего, который будет подчищать все, а вот Окся это, ну, можно сказать, у него есть определенная техника, и очередной мяч забивает ролик, ролик сегодня феерит, если бы дали бы голосование, вот будет, но вот пока что я не знаю, вот ролик или Вальдес, лучший игрок матча, а это уже ваш выбор голосует, Вальдес скидки даже пошли, у антибас, ну вот что, нагибашка забьет, будет делать повершот, скорее всего, нет, ну вот что это, неужели ты пройдет в продавку, да, совсем ничего не получается, у империал драгонс, ну вообще ничего, не выходит у них, Вальдес опять будет делать повершот, да, делать повершот, Вальдес не заходит, этот мяч в ворота, и смотрите, какая красивая игра у антибаса, выявленная такая, в стиле, в стиле даже какой-то степени арсенала, вот такая вот, изичная катка такая, красивая, покатать лишь бы, как будто, Эльманша стоит в опоре у антибаса, хотя роли я не сказал бы, что похуже Эльманша, но все же, в данный момент, Вальдес еще забивает, Окси с Вальдесом, все знает, где стоять, где надо, что делать, Империал Драгонс не мешает им раскатывать и забивать красивые мячи, не мешает им поднимать свою стату, помешает ли Ролексу она забрать свой сухарь, вот в чем вопрос, и вот, наверное, уже главная интрига в этом матче, ну, потому что 6-0 у нас матч и счет, 6-0, антибас сегодня убил Империал Драгонс, 7-0, куда сова дал, ну, это уже, скорее всего, тут психологически уже, в принципе, расформировался Империал Драгонс, мне кажется, что антибас, с такой игрой, в принципе, должен, должен, как минимум, четверть финал проходить, вот с такой вот игрой, я не знаю, на кого они правда попадут, если они за них шестую строчку, то они, ну, я думаю, они все-таки пятую строчку займут, они попадут где-то на какой-нибудь Блэк Скорпионс, и то, что они Блэк Скорпионс пройдут, я гарантирую, наверное, на 95%, но у нас начинается третий тайм, счет матча 6-0, и антибас продолжает атаковать, я не знаю, сегодня была ли одна хоть одна организованная, позиционная атака у Империал Драгонс, по-моему, ее и не было, вот смотрите, опять же, показательно, Аршайен отдает на Оксю, вообще ничего не получается, и, кстати, у нас замена, да, да, Вальдес ушел, и пришел лопата, кстати, во втором тайме я тоже не заметил, была же замена лопаты на Оксю, и, в принципе, и один друг друга справился, но сегодня, мне кажется, все же лучший игрок матча, Окси делает повершот, что так попадает, лучший игрок матча, по итогам двух таймов был, Вальдес, невероятный вклад работы подделывает этот игрок, и, в принципе, в принципе, я вам повторюсь, он должен быть в матче звезд, но, скорее всего, его не будет, так как я смотрел голосование, там выбирают игроков распиаренных, как бы это грубо не звучало, но это так, так вот, сова, что делать совее, нужно приводить в порядок себя и свою команду, и хватит лагать, Imperial Dragons, мы помним, как они могут играть, когда они не лагают, пара комбинаций, тут отаршавенные и совы, но ничего это не приводится, Окси, в принципе, грамотно играет, но вот, за исключением этого момента, когда и Окси, и Лопата проигрались, проигрались, позиционно, но уже, в принципе, они расслаблены, скорее всего, 6-1, сова вот пишет, хорош, непонятно, зачем он вообще это пишет, но это хорошо, правда, что он не бомбит, может быть, они проделали работу над ошибками, беседе, что бомбить не стоит, по каждому моменту, и это как раз таки свидетельствует, что сова все же, разумный игрок, и, в отличии, скорее всего, от своих партнеров, по команде, есть над чем работать, Imperial Dragons, много над чем есть работать, Imperial Dragons, а вот антибасу, антибасу, антибасу нужно готовиться, к плей-офф, причем, готовиться на долгий срок, я думаю, к плей-офф, по такой-то игре, Окси сейчас не забивает, не знаю, кстати, вы заметили, по этому тайму, ну как бы это символично не звучало, но 1-0, выигрывает Imperial Dragons, и, в принципе, без Вальдеса мы можем удостовериться, но посмотрим, что еще будет дальше, но антибаса реально, реально можно сказать, что, в какой-то степени, даже зависим от Вальдеса, он, скорее всего, лидер, лидер даже, ну атаки, по крайней мере, антибаса, роли, роли, а куда идешь, роли, 6-2, камбэк давай, Imperial Dragons, камбэки, камбэчим, Окся делает повершот, как он, сотый повершот в этом матче, делает игроки антибаса, ни один не залетел в ворота, но ничего, они продолжают делать эти повершоты, намеренно, целеустремленно, и роли, с опорной зоной, красиво, с помощью нитро бьет, так, в уголок, точнехонько, так, краешком своего шара, и 7-2, и просто, вот на этом уже все, я думаю, на этом он убил всю интригу матча, интрига матча только остается, без Вальдеса-то, выиграет свой тайм антибас, или все же проиграет, пока 1-2, без Вальдеса, ну, правда, все равно, я же повторюсь, антибас уже расслабленный, в этой форме играет, и лишь бы там, какие-нибудь красивые голы, позабивать что-то типа, такого, вроде такого, Окси, вот сейчас хорошо, на лопату выверенный, повершот, как ни странно, игрок антибаса не стал делать роли, хорошо поднимает роли, мы тоже это подметим, роли много поднимает сегодняшний матч, и не вводить подъемы проходит, почему бы не поднимать, почему бы и нет, остается 50 секунд до конца матча, и в принципе, все уже тут понятно, сухаря у роли все же не будет, вот это печально для нашего блогера, мегабольного, залетать, ну, такие вот голы залетают, Окси, 2-2, делаем в трейдинг тайм, нужно без Вальдеса выиграть, этот тайм, чтобы не сказал Вальдес, я тут царь, в антибасе, чтобы другие напы могли похвастаться, и в том числе и статистику из намета, но сейчас лопаток не попадает по мячу, и Сова может сам помочь нападающим, в принципе, антибас, что он и делает в этом матче, на протяжении всего матча, а уж нападающий империал Драгонсков помадает, ну, вы посмотрите, давай, ага, и роли забивать, красивый мяч, красивая раскатка, выиграют они это третий тайм, и в счет матчей, какой, даже сбился, 9-2 вроде бы, счет матч, 10-2 счет матч, юбилейный, 10-й забивает Окси, империал Драгонс, с такой игрой в плей-офф, делать нечего, я точно знаю, может они в следующем матче не будут лагать, но по такой игре, лучше не выходить вообще на поле, но что я хочу сказать, я хочу сказать, что мы посмотрели очередной матч Лиги Чемпионов 14-го тура, МСЛ сегодня уже начинается 15-й тур, и нужно, это уже последний тур, может быть какой-нибудь стрим от Бруклина, посмотрим, что будет, но пока что так, и пока что мне кажется, антибас, это сейчас просто наравне с Вектором, 4-я, 3-я команда, фавориты Лиги Чемпионов, также еще есть Меланин, и в принципе, другие клубы, но империал Драгонс, нужно что-то делать и что-то менять, ну а с вами был Дядя Арсен, всем удачной Лиги Чемпионов, ждите плей-офф, скоро уже будет, всем пока-пока.